В Вашингтоне с самого утра выстроилась очередь. Украинским избирателям в США не помешала ни погода, в столице самого утра шел дождь, ни даже расстояние. На избирательном участке в Вашингтоне зарегистрировано больше 7 тысяч избирателей из 19 штатов. География очень широкая, от Техаса и до Аляски. Чтобы исполнить гражданский долг, порой приходится добираться издалека. Ярослав вместе с женой и дочерью приехал в Вашингтон из Тампе во Флориде. Мы ехали где-то 15 часов вчера, остановились в кемпинге и вот мы здесь. Андрей Немченко прилетел в Вашингтон из Далласа в Техасе. Расстояние 2000 километров. Признается, путешествие не из дешевых, но не принимать участие в этих выборах он не мог. Андрей собирается приехать еще и на второй тур. Я живу в США уже 17 лет, но это первые выборы, на которые я приехал. Мне кажется, они очень важны, потому что есть шанс для Украины отсоединиться от России. Украинцы в США могут проголосовать на четырех избирательных участках, помимо Вашингтона, в Нью-Йорке, Сан-Франциско и Чикаго. Большие расстояния, впрочем, все же сказываются на явке. В среднем она не превышает 6-7%. Поток для Вашингтона здесь типичный. Вот, например, на прошлых президентских выборах проголосовало всего-навсего 600 человек. Сейчас все же ожидаем больше тысячи. Дарья Лидесме долго добираться на участок не приходится. Жительница Вашингтона голосует на каждых выборах сегодня вместе с детьми. Я сегодня им объяснила, что мы идем выбирать президента. Мы идем выбирать самого главного человека нашей страны, который поведет нас дальше. В этом возрасте они уже начинают что-то понимать. Проголосовавшие на выборах президента Украины в США прикоснулись еще и к американской избирательной традиции. На выходе из участков им выдавали наклейки с надписью по-английски. Я проголосовал.